МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный влас при чистенке. Скольким он жизнь спас? Потому что самое главное во время болезни – перехватить куз. И вот бывало, говорят старые, псы махнет в влас кость, а на ней сосмушку мяса. Царство ему небесное за то, что он был настоящей личностью. Барский повар графов Толстых. Они из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании? Уму собачьему непостижимо. Ведь они же мерзавцы. Из вонючей солонины щи варят. А те бедняги ничего и не знают. Бегут, жрут, плакают. Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца. Но, правда, любовник ей фельдиперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько же за этот фельдиперс ей издевательств надо вынести? Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С эти французы между нами, говоря, Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да. Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только, сорок копеек из двух блюд, они оба этих блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек за вхоз у воровал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве. На службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили. Вот она, вот она. Бежит в подворотню, в любовниковых чулках, ноги холодные, в живот дуют, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные. Так, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет. Да чего же ты неизящна? Надоела мне моя матрена. Намучился я с фланелевыми штанами. Теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду, все на женское тело, на раковой шейке набрал дюрсо. Потому что наголодался я в молодости, достаточно будет с меня, а загробной жизни не существует. Жаль мне ее, жаль. Но самого себя еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, но а мне, а мне, куда пойду? Ууу. Продолжение следует...